Наклеивание обои на стену это такой вид работы, который, как правило, не нравится многим заказчикам. Именно поэтому на всех своих объектах обои клею я сам. Если я не смогу наклеить обои так, что они будут идеально покрывать стены, стыки будут незаметны, то этого, скорее всего, не сможет сделать никто. Итак, что ж, мы начинаем сегодняшний наш видеоролик о том, как правильно, как качественно и профессионально наклеить обои на стену. Интересно? Усаживайтесь поудобнее, ролик будет достаточно длинный, емкий. Поехали! Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как правильно и профессионально наклеить обои на стену. Многие думают, что наклеивание обоев на стену это достаточно легкий и простой процесс. Берем клей, наносим на стену, раскатываем рулон обоев и все, разглаживаем ее теркой или гладилкой. И на этом дело можно считать законченным. Но я должен вас огорчить. На самом деле, профессиональное наклеивание обоев включает в себя очень много этапов, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Как правило, наклеивание обоев это один из сложных процессов в выполнении качественного ремонта. И многим заказчикам не нравится работа того, кто наклеивает обои. Дело в том, что при наклеивании обоев нужно учесть очень много факторов, которые некоторые опускают и закрывают на них глаза. И в итоге получают плачевный результат. Итак, вы решили наклеить обои на стену. Перед тем, как приступать непосредственно к процессу наклеивания обоев, на что нужно обратить внимание. Первым делом, перед началом работ, необходимо сверить все номера и артикулы партий, привезенных заказчикам обоев. Дело в том, что если вы наклеите обои из разных партий, то стены у вас будут полосатыми. То есть одна полоса будет более яркая, другая будет более светлая, либо наоборот. Соответственно, чтобы этого избежать, еще до начала процесса работы, необходимо себя обезопасить и проверить, правильно ли выдали обои в магазине, имеются одинаковые ли у них партии и артикулы. Если партии разные, необходимо тут же известить заказчика об этом. Итак, что касается того, как посчитать количество обоев, которые необходимы для оклеивания той или иной комнаты. Многие считают, что можно просто посчитать квадратуру стен и, соответственно, на эту квадратуру купить обои. Я могу вам практически со стопроцентной вероятностью сказать, что этого количества обоев не хватит. Дело в том, что очень часто получаются такие ситуации, что нам буквально не хватает 10 сантиметров, например, до двери или до окна, и в этом случае приходится клеить целую полосу и вырезать из нее большой-большой кусок. То есть большая часть этой полосы будет просто выброшена. И такие случаи довольно-таки часто происходят. Соответственно, для того, чтобы максимально точно посчитать, какое количество рулонов обоев нам необходимо, что для этого нужно? Я беру обычную рулетку и, соответственно, сразу делаю раскладку полос по стенам, то, как это будет выглядеть в процессе работы. И непосредственно зажимаю ширину обоев, то есть это либо 106 сантиметров, либо 53 сантиметра. Соответственно, какие заказчик обои выберет. Вот. И начинаю, например, это 106 сантиметров, и начинаю прям по стенам пробегаться и промерять, хватает ли мне полос четко по стенам, либо где-то будет у нас 10-сантиметровая полоса. И, соответственно, посчитав количество полос, мы сможем посчитать необходимое количество рулонов. Как правило, чаще всего одного рулона хватает на три полосы. Если мы рассматриваем обычные квартиры, то есть в коттеджах потолки гораздо выше, там, соответственно, количество полос из одного рулона будет получаться другим. Вот. Обратите внимание, что если обои с подбором, то также необходимо учитывать шаг смещения рисунка на полотнах. То есть при определении, какое количество полос будет получаться из одного рулона обоев, не забудьте этот факт. Итак, количество обоев мы посчитали, сами обои купили, клей купили, завели. Начинаем клеить. Первое полотно нам необходимо наклеить идеально в уровень. Для этого я использую лазерный осипостроитель. Но так как меня смотрят не только профессиональные рабочие, но и обычные люди, которые сами хотят дома вручную наклеить обои, я рассмотрю более простой вариант. Это карандаш и уровень. Для того, чтобы нам идеально ровно наклеить первую полосу, я очерчиваю на стене линию. Внимание! Во-первых, используем только обычный карандаш. Никаких фломастеров, маркеров 100% проявится через обои. Даже если они у вас достаточно темные, 100% будет видно. Никаких маркеров и фломастеров. Второе. Даже используя обычный карандаш, нажимайте его так, чтобы линию было еле-еле видно. И третий момент. Никогда не клейте первую полосу обоев четко по линии. Это очень важный момент. Также 100% если обои светлые, в стыке будет видно, будет черный стык. Соответственно, мы отступаем буквально полсантиметра и ориентируемся по линии. То есть у нас будет полоса обоев и линия рядом с полосой. То есть не нужно клеить строго по линии. Если вы наклеите на линию и обои будут светлые, также 100% в итоге стык этот будет виден. Это очень некрасиво и, как правило, заказчик просто забракует вашу работу. И пару слов о том, как нужно подготавливать стены под обои. Я забыл этот момент затронуть, но это очень важный момент. Итак, друзья, большое заблуждение в том, что обои скрывают какие-либо неровности. Поверьте, моему многолетнему опыту обои не только не скрывают, но и подчеркивают все неровности на стенах. Поэтому стены под обои нужно подготавливать не то чтобы под покраску, но близко к этому. Соответственно, если у вас будут какие-то впадинки, какие-то крошки, какие-то песчинки на стене, 100% они будут видны. Приведу небольшой пример. Представьте, возьмем какую-то небольшую тару с неровным дном, обтянем ее пленкой и выкачаем оттуда воздух. Пленка обтянет дно полностью и повторит весь контур дна. То же самое мы делаем с обои. Мы наносим обои на стену, выгоняем весь воздух, при этом обои четко повторяют плоскость стены. Как увидеть эту огрешность до наклеивания обоев? Взять лампу и посветить вдоль стены. И вам сразу все станет понятно, насколько качественно подготовлены ваши стены. Значит, вот сюда мы сейчас будем наклеивать первое полотно обоев. Мы отбили линию. Она еле-еле заметна. Вы ее, наверное, даже не видите, но я ее вижу. Сейчас мы будем наносить клей и раскатаем первое полотно обоев. Я наношу клей. Обычным валиком со средним ворсом. Обратите внимание, что я достаточно обильно смачиваю валик каждый раз в клее. Дело в том, что ваша стена не должна быть сухой. На ней должен быть определенный слой клея. Как проверить, правильно ли вы нанесли количество клея на стену? Берете, ставите палец, проводите по стене. На стене должен остаться шлейф от пальца. Если шлейф остался, значит количество клея достаточно. Также обратите внимание на тот момент, что клей не должно быть слишком много. Иначе ваша волна клея будет под обоиной. И, соответственно, вам будет очень тяжело его оттуда выгнать. Сначала я нанес клей достаточно обильно. И потом от пола до потолка я сейчас его уже буду разравнивать. Все, клей у нас нанесен на стену. Вдоль плинтуса и вдоль потолка я наношу клей кистью. Обратите внимание, чтобы именно все участки стены были хорошо промазаны клеем. У вас не было пустых проплешин без клея. Итак, клей на стену мы нанесли. Теперь будем раскатывать непосредственно обоину. Обратите внимание, что если у вас обои на флизелиновой основе, мажется только стена. Если обои на виниловой или бумажной, соответственно, нужно мазать не только обои, но и стену. Обои необходимо мазать в первую очередь, чтобы они впитались и приняли свое рабочее состояние. Ну, в данном случае у нас обои на флизелиновой основе, поэтому у нас немножечко процесс облегчен. Предварительно на полосы рулон я не распускаю. Я это делаю непосредственно после разглаживания полосы уже возле плинтуса. Также еще один момент. Обратите внимание, у нас уже здесь натянуты натяжные потолки, то есть обои мы в данном случае клеим после натяжных потолков. Очень много вопросов приходит о том, в какой очередности нужно делать работы. Я вам скажу так. Прибить багет для натяжного потолка нужно точно до обоев. А натягивать сами полотна можно либо до обоев, либо после обоев. Но багет должен быть прибит до наклеивания обоев. Так как монтаж багета это все-таки грязная пыльная работа. Ее необходимо сделать до того, как мы наклеили обои на стену. Ну что ж, приступим к раскатыванию рулона на стену. То есть я одной рукой держу рулон. Второй рукой начинаю прикладывать обоину на стену. И загоняю немножко под багет натяжного потолка. Также не забываем ориентироваться на нашу нарисованную линию. Все, самое сложное позади. Осталось нам все разгладить. Обратите внимание, я держу рулон и не раскатываю на всю стену, а сразу одновременно разравниваю, выгоняя воздух. Для чего я это делаю, расскажу вам буквально через пару минут. Все, наклеивание первой полосы у меня заняло буквально 30 секунд. Достаточно быстро, стенки у нас ровные и сделать это не сложно. Все, обоина у нас, все рулон у нас лежит на полу. Сейчас я вдоль нижнего угла срежу эту полосу и непосредственно перейдем ко второй полосе. Ее клеить не так быстро, почему вы узнаете немножко позже. И сразу, чтобы не забыть, расскажу почему. Я рекомендую не раскатывать полотно до пола и после этого его разглаживать, а разглаживать непосредственно в момент раскатывания. Дело в том, что чем дольше полотно обоев находится в контакте с клеем, тем больше он его впитывает. А обои, впитавшие клей, они тянутся намного лучше, чем сухие обои. Поэтому, если вы раскатаете полотно, обои начнут впитывать клей. Вы начнете сверху выгонять воздух. И когда вы доберетесь донизу, то там обои будут уже более влажные и, соответственно, там они будут растягиваться больше. И нижний край обоев у вас выйдет за рамки вашего уровня. И, соответственно, если у вас длинная ровная стена, то эта ошибка будет накапливаться с каждым полотном. То есть, все больше, больше и больше будет сдвигаться относительно уровня. А вам этого абсолютно не нужно. Потому что, если у вас край обоев один ровно, а низ начинает уходить, то вам очень сложно будет клеить последнее полотно. То есть, его нужно будет уже подгонять. А это достаточно трудоемкий и долгий процесс. Поэтому лучше правильно наклеить первую полосу, чтобы не было проблем с последней. По поводу того, чем я разравниваю обои на стене. Я это делаю обычным шпателем. Сейчас посыпется огромное количество комментариев, что шпатель и порвет обои, и оставлять будут полосы на них, и так далее, и тому подобное. Поверьте, я уже более 7 лет клею обои. Первые именно года я тоже использовал губки, тряпки, щетки, какие-то непонятные гладилки пластиковые. Это все такая чепуха. Во-первых, пластиковая гладилка, она настолько жиденькая и мягкая, что ей нельзя толком разровнять клей под обоями. Дело в том, что вы должны не только выгнать воздух из-под обоев, но и равномерно распределить клей под полотном, чтобы оно правильно усохлось и уже это покрытие будет качественно проделано и оно не доставит хлопот. Вот, поэтому я рекомендую вам использовать все-таки шпатель, именно приобрести себе шпатель для чистовых работ, то есть, например, для оклеивания обоев. Ну, дело в том, что если вы купите новый шпатель и сразу им попробуете клеить обои, скорее всего, конечно, он у вас может немножко портить полотна. Дело в том, что у него очень острые углы. То есть, вот у меня шпатель, он очень острый, я об него даже несколько раз резался, то есть, он очень острый, но у него правильный угол заточки. То есть, этот угол уже выработался от шпаклевания и оклеивания обоев, то есть, он сам себя заточил. Соответственно, когда вы купите новый шпатель, поработайте им один-два объекта и после этого он у вас станет универсальным. То есть, вы сможете и шпаклевать им, и клеить обои, то есть, перед оклеиванием обоев просто его тщательно моете и все. Это уже проверенный способ, пользуйтесь. Итак, переходим к наклеиванию последующего полотна. Клей мы нанесли, промазали кисточкой вдоль потолка и пола. Следующее полотно клеим непосредственно встык к предыдущему. То есть, одной рукой я держу рулон. Одной рукой я держу рулон, второй начинаю его раскатывать по стене. То есть, я подвел левый край, подвел его правильно к потолку. Все, я вижу, что у меня полотно пошло прям идеально по краю этого, по краю предыдущего полотна. Все, теперь я могу разровнять вверх. Все, просто рукой я его разглаживаю. И продолжаю. То есть, ориентируемся на стык полотен между собой. Все, вот я его прогоняю. Так, стул нам мешает. Все. И так до пола. Все, мы приложили полотно на стену. Теперь начинаем его разглаживать, выгонять из него воздух. Все, воздух мы выгнали. Это я называю первичным разглаживанием. Теперь нам необходимо поработать со швом. То есть, где-то шов у нас мог немножко разойтись, а где-то наоборот обоины могли немножко вздуться. То есть, нам теперь нужно произвести первичное выравнивание шва. То есть, там, где обои слишком плотно друг к другу, мы полотно оттягиваем, чтобы шовчик был ровненький. А где у нас щелка небольшая, мы наоборот его затягиваем. Обои достаточно подвижны. Именно для этого мы наносим определенное количество клея на стену, чтобы обои были подвижны. Все, первичный шов разглаживаем. В принципе, он уже начинает исчезать из виду. Это хорошо. Теперь мы еще раз разглаживаем обоины и выгоняем из-под обоев окончательно воздух. Осталось доработать шов. Это самая сложная процедура при наклеивании обоев. К сожалению, большинство исполнителей не должным образом уделяют внимания на обработку шва. Именно плохая подготовка шва, как правило, заставляет заказчика отказаться от приема работ, так как качество выполненных работ его не устраивает. Поэтому очень внимательно относитесь к обработке шва. Как его обрабатывать, я вам сейчас покажу. Когда вы наносили клей на стену, а первое полотно у вас уже было наклеено, вам необходимо хорошо промазать стык обоев, чтобы у вас обои в этом месте не отошли. Соответственно, небольшое количество клея у вас наплывает на соседнюю полосу. Его можно, после прикладывания соседней полосы, его можно снимать либо махровой какой-то тряпочкой, либо губкой, либо губкой из микрофибры. То есть я использую губку из микрофибры. Это такая губочка, знаете, с мелко-смелкодисперсным составом. То есть она очень хорошо впитывает воду и позволяет нам очень тщательно убрать излишки клея с обоев. Я убираю клей с обоев и тем самым очень-очень близко всматриваюсь в шов. Если я вижу черную ниточку, значит обои слишком далеко друг от друга. Я их начинаю друг к другу притягивать. Вот, то есть я вот сейчас притянул два полотна. Причем, обратите внимание, так как вот это полотно у нас было наклеено позже, а вот это немножко ранее, то есть здесь клей уже более густой, чем здесь. Соответственно, когда мы подтягиваем это полотно, после того, как мы убираем руку, оно может немножко опять стянуться обратно. То есть занять свое истинное положение. Поэтому, как правило, я контролирую вот расхождение двух полотен тем полотном, которое было наклеено в предыдущем, в предыдущей операции. То есть вот я его подвожу и, соответственно, вот сейчас я шва не вижу вообще. Вот ниже у меня шовчик опять начинается проявляться. То есть переходим к следующему участку, вытираем клей и начинаем обрабатывать этот шовчик. То есть вот здесь у нас два полотна обоев наоборот слишком быстро и образовалась волна. То есть, соответственно, нам нужно не стянуть два полотна, а наоборот их разжать. Этот процесс более, скажем, трудоемок, требует хорошего подхода для того, чтобы в итоге у нас наша работа получилась выполнена на отлично. Итак, вот мы обработали шов, теперь отходим немножко в сторону и смотрим его под разными углами. Вот сейчас отсюда я вообще даже не вижу где-то может быть шов. Отсюда тоже. Все, идеально выполненный шов, он не виден глазу. Если вы видите шовчик, то, скорее всего, после высыхания процентов на 70-80 он будет виден. Вы можете, в принципе, в процессе оклеивания, если шов бросается в глаза, вы можете сразу позвонить заказчику и сказать, что будут немножко видны шовчики. Не потому, что вы осел, а потому, что такие обои. К сожалению, таких обоев хватает. Дело в том, что обои достаточно разного качества на рынке и, соответственно, мне очень часто приходилось сталкиваться с такими видами обоев, которые просто нереально было так подогнать, чтобы не было видно швов. Вы, как профессионал, должны заранее понять и увидеть, что шовчики будут видны и предупредить об этом заказчика. Итак, как вы уже поняли, самым сложным этапом в наклеивании обоев является подгонка шва. После того, как мы подогнали первый шов и перешли к наклеиванию следующего полотна, мы, соответственно, берем, подгоняем следующий шовчик. После того, как мы закончили оклеивать последнее полотно, мы возвращаемся к предыдущему шву и еще раз глазами просматриваем его. Просматриваем его. Дело в том, что обои при высыхании могут немножко стягиваться и вам самое главное этот процесс уловить. То есть, если у вас шовчик где-то раскрылся, вам нужно его очень быстренько доработать. Как правило, я наклеиваю первую полосу, далее наклеиваю вторую полосу, подвожу шовчик, потом наклеиваю третью полосу, подвожу шовчик, возвращаясь к первому шву, просматриваю его. Если все в порядке, то все, он у меня считается готовым, больше к нему я не возвращаюсь. Наклеиваю следующее полотно, подвожу тот шов, после него перехожу к предыдущему, также просматриваю его, если нужно, поправляю и, соответственно, перехожу к следующему. И так с каждым полотном. Если у вас идеально ровные стены, вы достаточно легко и быстро разгладите полотно по стене, и самое главное, что вам останется, это поработать со швом. То есть, для удаления клея, как я говорил, используйте губку. Также, если у нас какое-то количество клея попало на потолок, то я также вытираю его обычной губкой. Вот, соответственно, вы шаг за шагом наклеиваете полотна обоев и подходите либо к дверному проему, либо к оконному проему. Как стыковать обои над дверным проемом и над оконным проемом, мы рассмотрим немножко далее. Вот, что еще хотелось сказать. Почему я рекомендую наклеивать обои за один этап? Как вы видите, шов при работе со швом мы можем подгонять не только то полотно, которое наклеили, но и то, которое было предыдущим. Соответственно, если вы оборвете наклеивание обоев посредине комнаты, посредине стены, соответственно, далее, следующее полотно, когда вы наклеите встык, у вас этот шовчик может быть недостаточно качественно подготовлен. То есть, вы будете постоянно подбивать одно полотно, а у вас шов будет расходиться, вы будете сильнее подбивать, и все в итоге просто этот шов будет виден, и ничего вы с ним не сделаете. Поэтому, если вы начали клеить обои, как минимум, половина комнаты должна быть оклеена за один этап. Соответственно, это от дверного проема до оконного проема. Вот, состыковать вы потом уже над окном и над дверью уже сможете. Это очень важный момент, не забывайте его. Совсем чуть не забыл уточнить еще один очень важный момент. Перед тем, как начинать оклеивать обои на стены, обязательно посмотрите на условные обозначения, которые указывает производитель конкретно для этих обоев. Бывают такие типы обоев, которые, например, клеится сначала одна полоса сверху вниз, другая снизу вверх. То есть, они чередуются на 180 градусов. Это связано с тем, что именно при такой раскладке будет у вас стыковаться рисунок. Таким образом, если вы не обратите внимание на этот знак и наклеите такие полосы всем от потолка к полу, то ваш рисунок не сойдется и швы будут либо заметными, либо вообще будет билиберда на стенах. Поэтому очень внимательно относитесь к рекомендациям производителя обоев. Для того, чтобы показать вам, как конкретно стыковать обои правильно, профессионально, и чтобы шовчик был незаметен, я вот приготовил кусочек гипсокартона. Просто обычный гипсокартон. Это будет наш макет. Мы на него сейчас будем клеить и стыковать обои. К сожалению, не было возможности снять это именно в процессе работы. Но ничего, сейчас мы эту брешь исправим и покажем вам на экспериментальной стене, как стыковать обои. Итак, наш экспериментальный стенд готов. Сейчас мы будем сюда наклеивать обои и делать незаводской шов. Не обращайте внимания на то, что это просто кусок гипсокартона, что он немножко сломанный. Клеить мы будем сюда просто для того, чтобы показать, как необходимо стыковать обои. Вот у нас есть кусочки обоев. Сейчас мы их подготовим. То, что осталось со стен. Итак, давайте представим, что у нас окно. И вам необходимо заклеить область над окном. То есть, что вы делаете? То есть, вы наносите клей, как обычно. Вот у вас пришла первая полоса. И пришла вторая полоса. Внахлёст первый. То есть, у вас две полоски внахлёст получились. То есть, первую вы наклеили сначала, и потом наклеили вторую. И вот, у нас стоит задача соединить эти две полосы. Что мы делаем? Мы берём обычный канцелярский нож. Возьмите новое лезвие, хорошее новое лезвие, чтобы не порвать обои. У вас только одна попытка, второй попытки не будет. Если вы порвёте, то вам нужно будет переклеивать целую полосу. Обратите внимание, они сейчас у нас наклеены внахлёст. То есть, вы берёте, ставите шпатель на месте, где две полосы друг над дружкой. Берёте канцелярский нож и насквозь прорезаете обе полосы. Обратите внимание, делайте это за один раз, за один проход. Это очень важно. То есть, прорезали до какого-то места, не поднимая канцелярский нож, переносите шпатель на новое место и продолжаете резать. То есть, канцелярский нож у вас не вынимается со стены. Всё. Вот, первая полоска сама упала. Потом вот так отгибаем, вынимаем вторую полосу. Если необходимо, подмазываем клеем и сводим их. Ну и точно так же, как я показывал, обрабатываем шовчик. Обратите внимание, идеально. Шов идеальный. Его вообще не видно. Как заводской шов получился. Сейчас я его подобью и покажу вам поближе, чтобы вы убедились. Шовчик идеальный получился. Вот видите, я вам показываю полностью две полосы, которые мы соединяли. И, честно говоря, я даже его не вижу. То есть, он настолько точный. Давайте попробуем приблизить. Вот он тут. Вот он, видите? Оп. Идеальный шов. Ну и хотелось бы рассказать немножко о тех случаях, которые были в процессе работы, в процессе накопления своего опыта. Какие-то, может быть, моменты вам помогут. Во-первых, почему я сказал вам сохранять все шильдики от обоев? То есть, где написаны артикулы и номер партии? Это для того, чтобы вы потом смогли доказать, что вы не осел. Потому что, если у вас будет какая-то проблема с обоями, в первую очередь, заказчик позвонит в магазин. Ну и вы, конечно, заказчику объясните, что вы все делали правильно, профессионально, соблюдая все правила работы. Первым делом, он позвонит в магазин и скажет, что у вас плохие обои. Они, конечно же, в первую очередь скажут, что у вашего мастера руки растут. Простите, из... Вот, что либо надо было клеить, поворачивая каждую вторую полосу на 180 градусов, либо то, что у вас обои из разных партий, вы не смогли это вовремя увидеть. И для того, чтобы вот такие отговорки сразу на корню отсечь, нужно сохранять вот эти вот этикетки, этикетки от обоев. Вот, это первое. Второе. Обращайте внимание, некоторые обои по своей структуре очень-очень тонкие, и они просвечивают абсолютно все. Нельзя рисовать на стенах маркером, даже бывает карандашом, когда вы рисуете, это видно. Старайтесь, чтобы стены были как можно более однотонные. Если они светлые, значит светлые. Если они темные, значит они полностью темные. Чтобы не было никаких пятен на обоях. Знаете, особенно такие пятны проявляются, когда, например, стены сначала штукатурятся ротбантом, да, то есть плоскость немножечко имеет волнообразное покрытие, вы потом это все витамином шпаклюете, начинаете шлифовать, плоскость начинаете выводить в ноль, и где у вас гребень волны, там у вас, соответственно, витамин больше сошлифовывается, чем там, где впадина. И вот эта волна, да, вот этот гребень волны, он виден, то есть он прям реально розовый. Для того, чтобы этого не было, старайтесь максимально качественно на самых первых этапах работы подготавливать стены. То есть чем качественнее вы работаете с самого начала, тем проще вам в конце завершать ремонт. Это очень важно. Запомните это и придерживайтесь этому правилу. Ну и, как обещал, несколько историй, да, из жизненного опыта, которые происходили в процессе работы. Ну, первая история, она для меня была до определенного времени загадкой. Это было очень сложно доказать. Мы заехали в квартиру, квартира большая, 110 квадратных метров, огромная квартира. Там штукатурка была сделана застройщиком. Причем слой штукатурки был порядка, ну, 8-10 сантиметров. Я не знаю, зачем там такой слой штукатурки. Видимо, нужно было освоить материал, который выделился на эту квартиру или что, я не знаю. Ну, не суть важна. Ну, три месяца мы там работали, подготавливали квартиру до чистовых работ. Вот, все красиво, сделали гипсокартоновые потолки в 2-3 уровня, натяжные потолки, все, дошла очередь до обоев. Наклеили обои, на следующий день пришли и ахнули. Обои были, причем они, это было в хаотичном порядке, на них как будто пролили красное вино. Знаете, такие вот красные, разные формы пятна, то есть прям пятна, как будто пролили вино. Обои были светлые-белые, ну, не белые, такие светлые-светло-бежевые. Ну, конечно, первая идея, что вот эти проплешины, которые могли быть на стенах, они проявились сквозь обои. Когда я обои сдирал, в том месте, где были пятна, там не было снаружи прям розовых каких-то проплешин, да, то есть, ну, на что я обратил внимание, в этом месте стенах была как будто более влажная. Я на это, конечно, в тот момент почему-то не сильно обратил внимание. Вот, снял, мы еще подождали несколько дней, чтобы это все просохло, думали, что может быть штукатурка долго сохла, но хотя до того, как мы заехали на эту квартиру, уже прошло больше полугода. Вот, наклеили вновь обои и вновь та же картина. В общем, потом я взял, раздолбил стену, оказалось под штукатуркой, под штукатуркой, под ротбантом, какие-то красные вкрапления. И когда штукатурка сохла, это все вытягивало наружу. То есть, и это было до наклеивания обоев не видно. Как это можно было, можно объяснить по-другому, я просто не могу это объяснить. Конечно, все валили на исполнителей, на тех, кто клеил. Говорили, что у вас не по технологии наложена шпаклевка, ее слой очень тонкий и так далее. Ребята, я 7 лет клею обои, и моя шпаклевка всегда в нужном количестве наносится на стену. То, что она более тонкая, это не говорит о том, что это неправильно. Мы просто на начальном этапе стены готовим так, чтобы потом не наносить по 5-10 мм шпаклевки. Если у вас стены такие, что их нужно выравнивать потом после штукатурки еще и шпаклевкой, то уж извините, идите научитесь штукатурить стены. Ну, конечно, тут свои права сложно отстаивать. Это один из случаев. Второй из случаев это разная тоновка полос. То есть вы наклеиваете полосу, наклеиваете вторую полосу, наклеиваете третью, встаете в другой конец комнаты и видите, что у вас полосы начинаются более светлые, потом темнее, 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 темней. Потом новая полоса начинается опять более светлая, темнее, 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 темней. Опять более светлая, темнее, темнее, темней. Это вот как раз случай с перекрестным наклеиванием обоев. Но тут в данном случае, к сожалению, была ошибка не в том, что мы не увидели, что нужно клеить от пола к потолку или от потолка к полу. То есть мы потом это все на экспериментальных, вот таких же, как я вот сейчас взял ГКЛ, экспериментальная стена, мы потом по-всякому пробовали и крутили, и не крутили подбирать. Все равно вот эта вот разница в цвете, она все равно была. Чем это объяснимо? Непонятно. Я предполагаю, что все-таки более выделялся шов, и такое ощущение, что вот когда рулон идет на прокатном станке на производстве, какой-то из роликов, либо его очень сильно ужимал этот край, либо может быть просто каким-то веществом морал, скажем так. Ну морал это, конечно, вряд ли, а то, что он его сильнее ужимал, вот это более вероятно. Соответственно, когда мы клеим, и такие швы просто было нереально подбить так и обработать так, чтобы он был невидим. То есть это тоже подводный камень, и доказать, что вы правильно клеили, и что это не по вашей причине, очень сложно. Поверьте, заказчик, как правило, подумает, что это исполнитель неправильно выполнил свою работу. Очень немаловажный момент, да, для стыков я не использую никакие валики, ролики и прочее, нельзя этого делать. Под тем же самым причинам, по которым я вот сейчас про станок говорил. Некоторые думают, что вот взяв ролик, покатав по шву, он будет более крепкий, не будет расходиться, отлетать и прочее. Он и так не будет расходиться и отлетать, если там было должное количество клея. Если вы наклеите на сухую стену, если в шве не будет клея, да, то никакой ролик вам туда этот клей не загонит. Если вы правильно нанесли клей, то ваши обои никуда не денутся, но они просто висят и никуда не денутся. Через 5-10 лет они будут в таком же состоянии. Это уже тоже проверено, я на свои объекты хожу частенько, да, то есть если животные или дети не испортили обои, то они находятся в том же состоянии, в котором они находились непосредственно после работы, после ремонта. Один раз правильно наклеили, и эти обои будут служить вам долго. Клейте обои правильно, нанимайте правильных профессионалов, и прибудет к вам правильный, качественный ремонт. С вами, как всегда, был Коньков Николай, до новых встреч! Чуть не забыл, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, и будет у вас! Субтитры подогнал «Симон»!